Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс, где каждый день мы размещаем дополнительный аналитический контент в добавок к тому брифингу, который записываю для вас каждое утро. Это конкретные торговые рекомендации, которые опираются на технический анализ и фундаментальную новостную сводку. Ну что ж, сегодняшняя торговая сессия тоже не блещет макроэкономическими отчетами, но завтра нам уже скучать не придется, потому что с завтрашнего дня начнет выходить действительно значимая макроэкономическая статистика, чего стоят только данные по ВВП и ДП, то есть как бы предварительный отчет по состоянию американского рынка труда, который предваряет релиз Non-Farm Perils, запланированный на эту пятницу. Также состоится выступление главы американского регулятора Джерома Пауэлла. Учитывая повестку его выступления, это оценка экономических перспектив американской экономики и рынок труда, я думаю, что его риторика может стать очень серьезным катализатором для движения финансовых рынков. Мое отношение к доллару вы знаете, я сторонник того, что американская валюта скорее всего будет консолидироваться в довольно узком диапазоне или, как посмотреть, собственно, если это индекс доллара, то, соответственно, этот диапазон может быть несколько пунктов. И такая динамика может сохраниться вплоть до заседания американского регулятора, который состоится 14 декабря. Второй сценарий, который менее вероятен, но в него хочется больше верить, потому что этот сценарий полностью соотносится с моим представлением о том, что должно происходить с американской валютой в условиях того новостного окружения, которое сейчас есть. Этот сценарий предполагает восстановление рост движения в район, ну, как минимум, 108 пунктов. Сейчас котировки 106,14 по индексу доллара. Вчерашняя торговая сессия довольно странно начиналась, потому что буквально с самого открытия дня все СМИ пестрили заголовками о массовых протестах, которые, по сути, похоронят экономический рост китайской экономики, ухудшение эпидемиологического фона, значительном росте количества заболевших, рекордные показатели, вроде бы как, если немного поразмышлять, ну, как этот новостной фон мог привести к росту рисковых инструментов. Однако в рамках азиатской сессии, даже большей части европейской, мы видели, как рисковые активы валютного рынка обновляли локальный, многонедельный и даже многомесячный максимум. Мы смогли показать уровни, которые можно было бы увидеть на фоне какого-то точно другого новостного фона, который больше бы располагал рыночному оптимизму. То есть, рынок рос на негативе. Рисковые активы, которые должны были валиться при таком фоне, упрощили свои позиции. Ну, хорошо, что эта динамика не сохранилась до конца торговой сессии, все-таки здравомыслие вернулось на рынок, потому что к концу дня евро, фонд, рисковые инструменты обвалились, а доллар смог снова выбраться на положительную территорию выше 106 пунктов, где он, собственно, котируется на данный момент времени. Что касается доллара, я только что отметил, что очень многое будет зависеть от завтрашней торговой сессии. Напомню, что распродажи американской валюты в прошлой неделе были связаны с реакцией на протоколы, которые многие интерпретировали как исключительно мягкие. Я в них ничего сверхмягкого не увидел, потому что мы и без того знали, что ФРС уже замедлит темпы повышения процентной ставки, но все равно продолжит повышать ставку и будет делать это до тех пор, пока не заведет ее в район 5% и выше. Кстати говоря, вчерашний рост американского доллара совпал с очередным выступлением главы ФРБ Сент-Люиса Джеймса Булларда, которого мы прекрасно знаем как одного из самых авторитетных представителей американского регулятора, который обычно, если комментирует перспективы американской денежно-кредитной политики, говорит исключительно в жестком тоне об этих перспективах. Он не изменил свои традиции. Вчера также отметил, что рынки очень сильно недооценивают риски того, что Федрезерв может быть крайне агрессивным с корректировкой ставок и ужесточением монетарной политики. Другими словами, Буллард снова напомнил, что он все еще верит, что ключевая ставка американского регулятора может добраться даже до 7%. Лаль Брейнард, который является заместителем представителя американского регулятора, в целом поддержала тон того, что американский регулятор далек еще от цели по стабилизации, ценовой стабилизации в экономике и будет и дальше повышать ставки, потому что инфляция сильно отстает, целевая инфляция, от тех значений, которые мы видим по факту сейчас. То есть цель 2%, фактическая инфляция находится на отметке 7,7%. Поэтому, друзья, здесь нам просто нужно ждать следующие фундаментальные триггеры, ждать американскую статистику по ВВП, соответственно, выступления завтрашнего Павла, потом пятничный нонфарм Перлос и после этого отчет по инфляции за ноябрь и заседание американского регулятора. Все это до 14 декабря. Отсюда максимум фокусов внимания к доллару сейчас. Если среди вас остались покупатели, я надеюсь, что среди вас они есть, потому что многие из вас, исходя из комментариев, даже разделяют точку зрения его фундаментального роста. Поэтому нам остается только следить за развитием событий и ждать вот этого водораздела временного 14 декабря, когда мы либо сохраняем лонги и дальше, либо уже разворачиваемся окончательно, веря в то, что теперь ФРС не просто замедлит повышение процветной ставки, но и через пару заседаний вовсе нажмет на тормоз. По другим финансовым активам золото 1753 доллара за тройсконсу, лонг сохраняется. Учитывая, что сейчас происходит в Китае, я думаю, что мы должны быть более оптимистичными в отношении всего, что ассоциируется с инструментами-защитными свойствами. Доллар прекрасно, по крайней мере, в теории должен справляться с задачей рыночного хеджа. Я рассчитываю на то, что золото еще до 14 декабря сможет добраться до 1800 долларов за тройскую унцию. Рынок нефти 85-76. Мы говорим об этом активе, но я не рекомендую вам сейчас торговать, потому что волатильность, ну, сами видите, можете посмотреть на дневном таймфрейме. Негативный фон – это рост количества заболевших в Китае, протесты. За последние три недели китайская экономика столкнулась с таким большим количеством экономических вызовов, с которыми не сталкивалась больше двух лет. И, безусловно, это отразится негативным образом на экономической активности, на ВВП, на показателях спроса на нефть. Китай – это основной потребитель нефти в мире. Уже, по предварительным данным, спрос потребления нефти снизился больше, чем на 1 миллион. Если сравнивать, сколько нефти Китай потребляет сейчас, сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Но есть у всего этого и компенсирующий фактор. То есть, если Китай в целом со всем тем, что происходит, негатив для рынка нефти, позитивным фактором может стать эмбарго на поставку российских углеводородов морским путем. Оно вступает в силу 5 декабря. В этот же день должно быть официально принято решение уже по потолку цен на поставки российской нефти. Хотя вчера переговоры по обсуждению лимита от этих цен возобновились. Но, я думаю, вы следите за новостями и знаете, что консенсуса общего знаменателя по-прежнему нет. Поэтому обсуждение продолжится. И еще 4 декабря, то есть за день до вступления в силу эмбарго, состоится заседание ОПЕК. Вот это событие, это воскресенье. Крайне важное для рынка, потому что будет интересно посмотреть, что решит ближневосточный картель. Увеличат ли они объем нефтедобычи или нет. Но поскольку все-таки страны ОПЕК заинтересованы, наверное, в более высоких ценах, они вряд ли будут существенно поднимать объем нефтедобычи, потому что хотят получать больше сверхприбыли, чем меньше. Ну, это обычный такой экономический подход, исходя из целесообразности. И мне кажется, что во всем вот этом, во всей вот этой многогранности новостного фона все-таки факторы, которые в итоге являются позитивными для рынка нефти, эмбарго, сокращение поставок, намерение ОПЕК любой ценой поднять цены выше текущих значений, этот фон будет превалирующим над негативом китайского происхождения. И я очень хочу купить нефть, друзья, но на текущих уровнях. И пока что в текущих обстоятельствах, в том числе и новостных, делать это рискованно. И еще также по биткоину 16500 по-прежнему ждем развития медвежьей динамики, эффект домино, как я говорил вчера, на поверхности ряд компаний, которые уже сталкиваются с серьезными проблемами после краха и банкротства. FTX, Galaxy Digital, Sequoia Capital, Genesis Global Capital и BlockFi, это компания, которая тоже была в списке вот этих потенциальных банкротов, но вчера она сообщила о том, что следующее на банкротство. Это локально стало фактором давления на рынок криптовалют, но потом почему-то все-таки крипту выкупили. Я думаю, что это ошибка, потому что в целом этот инцидент еще раз доказывает, что эффект домино, он есть, он продолжает, продолжается, и, соответственно, следующие компании могут, вот из числа тех, которые я назвал, также пополнить ряды тех, кто объявит, скажем, дефолт. Ожидаем 15000 тестов этого уровня и последующее снижение к более низким ценовым рубежам. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!